Повысить квалификацию сотрудников и поднять престиж рабочих профессий – главные цели конкурсов профессионального мастерства на производственном объединении «Старт». Такие состязания на заводе проводятся уже много лет и, как считают награды образующим предприятиям, эта традиция сплачивает коллектив. Участвуют работники разных цехов, они общаются между друг другом, они знакомятся и даже вот через проведение конкурсов профмастерства коллектив становится дружнее. Самое главное, главное, чтобы люди жили не только работой. Если они будут чувствовать себя коллективом, то при прочих равных условиях они никогда не покинут наш коллектив, если им будет нравиться здесь работать. Субботним октябрьским днем свой профессионализм демонстрировали около 60 заводчан разных специальностей. В этом году нас принимает большее количество участников в этом конкурсе. Это говорит о том, что развивается интерес для повышения своего профессионального мастерства. То, что конкурс становится все популярнее, а число участников растет, нам подтвердили и в жюри номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры». Представлены 8, 9, 10 цех. И очень отрадно, что в этом году с нами соревнуются еще и шестой цех. Никерет и наш техникум, и технологический наш академия. Впервые в этом году в конкурсе приняли участие контролеры станочных работ. Специально для состязаний в этой номинации были заготовлены детали с заранее заложенными в них ошибками. Конкурсантам предстояло найти все погрешности. Изюминка этого процесса – то, что они должны обмерять их, не используя какие-то хитрые калибры, контрольно-измерительные машины, специальный какой-то инструмент. А именно те, допотопный, универсальный инструмент – штанги на циркуле, микрометры, плиточки набор, калибровочки. Достаточно сложными были задания и у электромонтеров, и у операторов станков с программным управлением. Как подчеркнули члены жюри, все участники подтвердили свой высокий профессионализм. Среди монтажников радиоэлектронной аппаратуры первое место в своих возрастных категориях заняли Екатерина Яшина и Андрей Щербаков. Лучшим электромонтером назван Роман Терешко. Лучшими операторами станков с программным управлением – Евгений Терин и Борис Букарев. В номинации «Контролер станочных и слесарных работ» победила Галина Волкова. Тех, кто занял пьедестал почета, ждут денежные премии. Вознаграждение получат также все, кто принял участие в профессиональном состязании. Победители же будут честовать в ближайшее время на специальном заседании директората предприятия.